Сотни агрессивных сообщений и комментариев в сети, за которыми скрываются обычные люди. Такое поведение утверждают психологи следствия страха и отсутствия банальной поддержки и заботы со стороны близких. Неконструктивная форма, то есть человек, который не научен правильно выражать свои мысли, он выплескивает состояние. Если мое состояние это агрессия, то я выплескиваю максимально раннейшие слова, действия и так далее. То есть принцип какой? Если агрессия, значит я боюсь. Если я эмоцию чувствую, любую, то я должен в этот момент серьезно задуматься, она сейчас внутренняя или внешняя. Если внешняя это манипуляция, я повторюсь, а значит я могу в этот момент включить здравый смысл, задаться вопросом, а чего я хочу в этой ситуации. После фильтрации мыслей можно действовать дальше и направлять энергию в мирное русло. Самарцы разделились на два лагеря. Некоторые всеми способами стараются держать себя в позитивном эмоциональном тонусе. Поднять настроение, наверное, всегда помогают хорошие фильмы, любимые фильмы, которые по многу раз присматриваешь, всегда приятно в атмосферу погрузиться. Ну и еще мое хобби, я очень люблю коллекционировать. Коллекционирую кукол, коллекционирую наклейки. Это классическое чтение книг и просмотр фильмов, лучшей комедии. Конечно, это всегда свежий воздух и что-нибудь приготовить. Сейчас вот масленица, например, сейчас будут блины. А есть люди, которым для сохранения собственного спокойствия ничего делать не нужно, потому как главный его секрет – не напрягаться. У меня нет стресса. Я живу в такой плоскости пенсионной. Всегда одинаковая, стабильная. Прежде чем решиться на интернет-буллинг, нужно хорошо подумать и желательно изучить закон. В силу здесь вступают административное и уголовное право. Если первое, как следует, ударит по репутации, то второе понесет за собой реальное наказание, вплоть до лишения свободы. К примеру, высказывания с призывами к терроризму или нарушению территориальной целостности грозят комментатору 20 годами заключения. Все, что в интернете, оно же публичное. То есть это не в личной переписке. Если в каком-нибудь сообществе, например, это уже публичное считается. Мы предполагаем, что да, может быть, суд не выберет определенную меру, но в любом случае дело может быть возбуждено. Вычислили IP-адрес, например, определили, с какого устройства, кому принадлежит это устройство. Нашли лицо непосредственно, привлекли к ответственности. В принципе, надо быть более рассудительным и отдавать отчет своим действиям и своим словам. То есть к чему это может привестись. Тем более сейчас такое непростое время. Как говорил в свое время классик Эрих Мария Ремарк, в темные времена хорошо видно светлых людей. Поэтому сейчас как никогда важно сохранять внутри свет и делиться им с окружающими. Внимание, забота, объятия близких людей помогут. И тогда любовь спасет мир, уверены психологи. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. Боя Левина, Григорий Плешаков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...